Мы не знаем, насколько вам это надо. Там еще математика, русский язык. Вы знаете, в общем, всеми учебниками, да, ребятня наша на сегодня, у них достаточно учебников. Они обеспечены, но нам вот такие учебники очень нужны для дополнительной работы. И я смотрю, история России, ну, конечно, это просто замечательно. Это просто, кем более, у нас каждый год есть дети, которые сдают ЕГЭ. Это во-первых. Во-вторых, по этим пособиям можно готовиться и к нашей государственной итоговой агентствации. В России же еще кто-то поступает. А я же говорю, что многие ребята у нас сдают ЕГЭ. Ну, вот поэтому обязательно нужно, чтобы, ну, сколько мы сегодня оставим, это одно, и мы готовы, издательство, оно готово нам каждую, чуть ли не каждую неделю давать. То есть нам, вы бы заявочку подготовили с тем, что бы вам хотелось, ведь мы не обещаем, что они это сделают, но я думаю, что это будет как-то более... Хорошо, я согласна. Мы проанализируем, что здесь, как здесь, и тогда мы готовы будем. А вот акварельки нам передали для вас. Ой, замечательно. Значит, содружество ветеранов ополчения Донбасса. То есть, ну, это вот я почему говорю, потому что как конкретно... Ну, тут они на самом деле разные есть. Ой, замечательно. Замечательно. Ну, от сладостей это тандем ВП, они постоянно, это мы вот когда видим, что вроде бы как есть куда еще что-нибудь. Мы заезжаем, они... Нет, ребята, мы не дали полностью загрузиться. Сегодня у нас замечательный день. К нам приехал благотворительный фонд «Люди добрые». Это фонд россиян. Российская Федерация не оставляет нас в беде. Помогает всем и... Помогает нам и строительными материалами, помогает нам и гуманитарными продуктами. Одно время помогали очень сильно для наших ребят. И сегодня помогает, помощь нам пришла в виде канцелярских товаров для наших малышей. Накануне 1 сентября и дошколята, и наши школьники, естественно, очень хотят в эти школы с новыми, но интересными канцелярскими наборами. Мы очень благодарны Виктории, благодарны Юрию за то, что вот они к нам дали нам такую возможность подарить ребятам. И завтрашнего дня мы начнем передавать эти канцелярские товары в школы и садики. И, конечно, в первую очередь приоритеты будут это те школы и садики, которые находятся в Лунице, в Никасане. Неский поклон Виктории. Огромный привет нашей России, которая действительно это наша Россия. И мы искренне любим Россию. И благодарны за помощь, благодарны за поддержку. И очень хотим дружить. Вот мы хотим подружиться с каким-то городом России. И ребята, ну, может быть, сейчас не совсем то время, когда можно пригласить их к нам. Ну, на перспективу мы бы хотели приносить ребят к нам, поехать к ним в гости. Ну, вот такой вот админ. Поэтому, если кто-то из городов захочет с Горлокой, с образованием Горлоки работать, мы будем только рады. Ну, я могу сказать, что наши ребята, а именно Ростов, город Батайск, это Ростовская область, они всегда рады, они всегда шлют приветы. И, между прочим, у вас есть Никишина, ну, вот ваш район, да, Донецкой области. Там они уже побратимы, то есть Батайск и поселок Никишина, они уже побратимы. Поэтому, если Горловка будет так же желать, то я думаю, что ребята с удовольствием делают что-то и для Горловки, и будут побратимы. Спасибо, спасибо вам огромное. Спасибо, История, спасибо. Благотворительный фонд «Люди добрые» с самого начала всех событий осуществляет гуманитарную помощь. То есть мы возим и в Луганскую, и в Донецкую область, это и продукты питания, это и товары, это и одежда, то есть абсолютно все, чем нуждаются жители. Вот, нам помогают, разумеется, это и юридические лица, это вот, как в это время нам издательство прислало учебные пособия, Содружество ветеранов Донбасса прислали акварельки для деток, и у нас есть такой Тандем ВП, который прислал сладости к курсу. А мы просто осуществили доставку, передали привет из России. Расскажите вот о сегодняшней гуманитарной помощи. Мы знаем, что вы неоднократно уже бывали у нас, и очень приятно видеть знакомые лица. Ну, на самом деле, если честно, мы приехали сюда по делу, мы привозили когда-то стекла, и здесь же с фуры выгрузили окна для церкви в Никишино, которую мы восстанавливаем по благословению Илариона. Вот, и коли мы сюда уже по делу ехали, мы вот буквально три недели назад же были здесь, там мы с ребятами собирались деньгами, сами здесь закупались, в Донецке здесь раздавали, Зайцева 6-7, вот. И понимая какую-то потребность, что здесь детей много, тяжело, вот при фронтовой линии, как там люди из подвалов не вылазят, мы посидели для приличия там ночку, вот. Нам свод краски, они нам, зная то, что мы всегда довезем, они отдали, сказали, ребят, вот туда, куда надо. Они, если честно, два месяца лежали, ждали своего часа, и вот мы вроде бы как по делу, и свод, и краски. Думаю, ну краски мало, надо что-то еще. Мы позвонили в типографию, вот, знакомым людям, они предлагали когда-то помощь. Мы говорим, вот мы едем, они нам тоже учебников дали. Позвонили Волкову Виктору Николаевичу, мы едем, вы спрашивали, когда поедем. Он говорит, да, ну заезжайте, вот вам сладости. Там сладости на самом деле половину пришлось оставить, потому что с массой чуть-чуть не угадали, но я думаю, она все равно сюда приедет в итоге. Мы собираемся еще недели через три, опять сюда. У нас уже там, в принципе, появились некоторые, так скажем, знакомства в Зайцево, и мы вот хотим заехать в нашу. Там есть просто раненые люди. Вот в прошлый раз помогали семьям погибшим здесь, в Горловке, там 87, по-моему, было по списку человек, то есть всех перекрыли. Ну так мы перемещаемся, тут чуть-чуть попомогали, потом туда, туда. То есть часто бываем в Славяно-Сербском районе, в Фрунзе и там в окрестностях. То есть вот есть как бы такие места, горячие точки, где мы считаем. Но мы точно так же с администрацией держим связь, и нам абсолютно честно администрация говорит, что вот мы говорим, мы хотим пайки раздать. Нам говорят, только международники все раздали. Ну мы не едем, зачем там дублировать просто, чтобы присануться. Нет, мы вот ждем какого-то момента, если нам звонят, обращаются, тогда стараемся по мере сил как-то помочь. Продолжение следует...